Поздравляю всех с наступившим Новым Годом! Надеюсь, что отметили вы его хорошо и без происшествий. Ни для кого не секрет, что с 1 января 2022 года увеличен прожиточный минимум. Но видео сегодня не об этом. Я сейчас собираюсь в обычный сельский магазин, чтобы посчитать, уложусь ли я в этот прожиточный минимум. А сейчас я вам расскажу о подарках. Наверняка многие из вас дарили подарки на Новый Год, многие из вас получали подарки на Новый Год. Кто из вас получал подарки стоимостью больше 4000 рублей? Если таковые есть, то хочу вас предупредить, что на такие подарки надо платить налог. Ну, по нашему закону и налог этот составляет 13% от суммы, превышающей 4000 рублей. Естественно, чтобы вы не переживали. Налоговые в первую очередь будут интересовать подарки, которые требуют регистрации. Ну, это либо недвижимость, либо, допустим, автомобили. Но и подарки между близкими родственниками, то есть, если близкие родственники друг другу дарят подарки, не облагаются таким налогом в 13%. А вот подарки между друзьями, либо еще есть какие-то другие отношения, там уже все облагается налогом. И понятное дело, что если вы подарили там какую-то вещь, которая стоит 4000 рублей, больше 4000 рублей, например, какие-нибудь часы дорогие, да, своей возлюбленной, к примеру, да, не состоя в брачных отношениях, то понятное дело, что она не побежит оплачивать 13% налог. Но если вы когда-нибудь поссоритесь и захотите об этом уведомить в налоговую, сохранив при этом какие-то подтверждающие документы, то ваша возлюбленная будет этому не очень рада. Ситуация, конечно, маловероятная, я так с юмором рассказываю, но имейте об этом в виду. Кому видео понравилось, да и вообще, чтобы не пропустить следующее видео про мой поход в магазин и попытка выяснить, смогу ли я, сколько денег я потрачу на продукты питания, подписывайтесь на канал, жмакайте лайки. Ну и вступайте в группу ВКонтакте, чтобы не пропустить, чтобы получить юридическую консультацию. Увидимся в следующем видео, всем до встречи, пока.